Друзья, всех приветствую на канале на связи Дельта ТВ. На сегодняшнем видео хотелось бы вам показать, как и с чем едят вообще, и что такое оттуга, что такое набойник. И хотел бы сделать акцент на том, что такие поучительные видео уже будет все реже и реже. Будет больше рыбалки, будет больше рыб, будет очень много классных моментов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Очень интересно слышать ваш обратный отзыв. А я снимаю это видео на фоне вот этих трояков, эти трояки наши, которые мы отработали весной. Они так сложные, в общем, мы еще их не отремонтировали. Но еще время есть, чтобы отремонтировать и подготовиться к осени. Нанесет, погнали. А вот у нас снова и я. Смотрите, я здесь уже все подготовил. Ну вот, в общем, перед нами расстянутый трояк. Боковая у нас просто на чапуре. Центральная на оттуге, крово я не натягиваю. И боковая тоже на оттуге. Рассказываю про оттугу, что такое оттуга. Оттуга это вот такой вот карабинчик. Он имеет в себе вот такую вот веревку с балберкой, чтобы было видно маяк, как маяк на воде. Подходите, поднимаете и уже вы уже на оттуге. И такую длинную веревку, и на конце тоже чапарь. Все просто чапарь, длинная веревка, и вот такой карабинчик на оттуге, в конце. Как ставится трояк? Уже когда вы на воде. Вы на водке, представьте. У вас на водке самой, на самой водке уже есть на корме тоже длинная веревка, как на оттуге. Длинная веревка, и в конце тоже карабин. Этот карабин вы берите и цепляете сюда. Цепляете. Вот длинная веревка уже. Вот вы пришли, забили оттуда, центральную оттугу забили, пошли в воду, отпустились до этого места, прицепили сюда карабинчик от веревки длинной. У вас, займите, длинная веревка. Отпускаете, все. На максимальное расстояние не отпускаетесь. Вот. Берите кривовой кол от крыва, разбиваете ее, забили все. Ну и в принципе все. И подтягивайтесь по этой веревке, которая вот длинная, которая забита с оттуда. Вот она вас сама приведет к этому месту. Пришли, подвелись, центральную вот так вот зацепили, получается вот так вот, как есть. Отцепили свой карабинчик, который ездили, прицепились вот так вот. Пошли, и все уже, потому что у вас забито. Чтобы натянуть, берите вот такое, делайте движение. Отцепляйте. Вот так продевайте. Обязательно так фиксируйте, чтобы не воскользнуло, вы же в воде будете. Вот. И вот такой вот узелочек. Когда раскручиваете, дотяните обратно. Все, в принципе, вот оттого, вот она, вот ее смысл. Смысл в чем-то, что бочка она поднимается, вот такой поднимается. И страйк стоит на трех бочках, то она поднимается очень легко. Если у вас вот во вход, там двор, мусор какой-нибудь забился, или что-то вроде того, вы подняли, там не знаю, и его в течение там бьет, оно ушло само. Вот. Центральный бочек. То же самое. Вот. Тоже самое. Туго. Вот как это выглядит. Центральная часть. Тоже все начануто. Все то же самое, вот как я показывал. Так она отвязывается. Ну и все, в принципе. И вы идите проверяете. Когда проверяете, получается, вы отвязали сюда, карабинчик отводки привязали. Ну и все проверяете, там туда-сюда, туда-сюда, там перевернули, мусор весь тряхнули. Обратно с этой вере, в которой у вас карабинчик сюда прицеплен, притягивайтесь, возвращайтесь в то место, откуда вы вернулись. Отцепляйте карабинчик. Раз, два и все. И готово. Все готово. Вот это Балбер, как я и говорил, она служит так маньяк, у водяной бучи-то это проводит. Мы так подтянулись, опа, она уже, как оттуги, и отвязались резко. Вот от бантика. Вот как-то вот так вот, друзья. Вот здесь у нас вот лежит набойник. Я вам покажу, что такое вообще набойник. Я тем временем хотелось бы вас попросить того, что у канала давно не было активности, вот, на ютубе, вот, и хотелось бы вас попросить того, чтобы каждый, кто посмотрит это видео, вот, поставить лайк, дизлайк, написать комментарий. В общем, поддержите, пожалуйста, канал, для активности его. Вот, я очень буду признательным вам. И всем спасибо большое. Набойник. Вот, вот так вот это выглядит, конструкция. Просто кола длинный, вот, то есть, кола может быть длиннее, еще длиннее, там, если у вас глубоместности, там, 2-3 метра, сделайте его длинным просто, ничего страшного. Сам конструктив выглядит так вот. Трубка, диаметром не могу сказать точно какая, и здесь уже более диаметр побольше, чтобы одеть черенок. Закреплено, здесь заварено, то есть, как делается, вы сначала берете вот эту трубку, отрезаете по размеру, то есть, она тоже должна быть, не превышать до края веревки, то есть, чтобы не срезала, понимаете, да? Берете вот эту трубку, сюда, наконец, включается, привариваете болт от колеса автомобильного и уже сюда привариваете остальное, остальный конец. Сюда также привариваете вот этот крючок, подходит от цепи какой-нибудь мелкой. Ну и конец вот этот тоже. Сварочку скажите, чтоб обварил, чтоб он был такой закругленный, как овал. Если этого не сделать, то будет край остро и он будет обтирать все равно, как-никак. Ну и все, в принципе. Так же можно иметь то, что здесь дырка. Дырка нужна для того, чтобы вы же этим шестом иногда, нет-нет, отталкиваетесь там, чтобы помочь там, кто на шесте стоит, или вы когда один, вы по-любому будете им отталкиваться. И сюда можно забиться грязь, как бы, понятное дело, логически, то, что она оттуда будет выходить по обратке. Ну вот, в принципе, все понятно, я думаю. Ничего сложного. А про набойник, который для кова, там тоже ничего сложного. Вот набойник, который для кова служит, да? Тоже давайте покажу вам конструктив, как это выглядит. Ну, вот он, перед нами лежит. Тоже труба, тоже еще меньше диаметра труба, и как бы черенок, за то, что вы хватаетесь. Все. Почему делается такая толстая труба? Вот. Можно сделать, конечно, поменьше. Поужу, если у вас колы ровные, прям прямые, то, конечно, нужно сделать поменьше. Вот. А если у колов есть какое-то там изветвление, то он будет расстрелять. Вот. В принципе, в процессе работы вы привыкнете к тому, что он такой тяжелый, но это ничего страшного, зато очень удобно. Раз, два, три удара прям хороших, веков забиваете. Фу. Вроде вот все показал, рассказал. Что же еще? Вот такое количество оттока у нас имеется. Вот здесь вот лежит. Ну, как бы оно у всех, у всех рыбоков должно быть и есть. Трояк, в общем, выглядит вот так вот. То есть, можно поставить на все, либо три трояка, на три бочки, либо на одну только бочку, на центральную. Вот. В основном делают как? Делают на основную бочку, вот, ставят ее, и на боковые просто чапари. Возможность сделать еще как. Есть такие трояки, кто работает один, они так делают для себя. Трояки выглядят вот так, следующим образом. В центральной бочке нет совсем. Есть одно кольцо вот здесь вот. И здесь тоже конец получается, как и такой есть. И здесь обязательно они стоят оттугу. То есть, один раз они ее ставят, устанавливают. И две боковые бочки, только четырехкотельные у них побольше. И, как бы, в принципе, все. То есть, для их, для удобства самого себя они упрощают себе работу. То есть, они натуга не раз поставили, приехали, выставились, поставили один раз, все. И никакой ветер там, им не помеха. То есть, обратно натягивать в нынешнее положение не надо. То есть, они раз установили, и все такое стоит. Просто приезжают боковые бочки. Там подняли, дошли там до центральной, там отбили мусор, все, крыло прошлись, ну и все на этом. Если есть где течение, то вообще легкотня. То есть, обратно натягивать, против течения, ничего не надо. Вот. Думаю, всем будет понятно. Боковые просто, как обычно, вот, а центральные сделаны обманкой. Одно кольцо и, как бы, куцевая часть. Все в принципе. Все остальное, все то же самое. Это делается для чего? Тот, кто работает один, то те, кто работает на сильном течении, вот, для упрощения себе задачи. Чтоб обратно сильно не натягивать постоянно, при каждой проверке. Вот. Еще что. В этом тройке, расскажу сразу все нюансы, которые у нас есть. В этом тройке не показано, но вы видите, то что тройк, может, не видите, тройк грязный. Вот. Раскаты Каспийского моря очень загрязненной травой, вот, очень много травы и тины, и все такое. И, как бы, все рыбаки страдают мусором. Проблема для нас это мусор, вот, который забивает наши трейки. Бывает, вот, и такое, то, что полностью этот двор, который вы видите, все бочки, вот, от сильного шторма забил прям плотником, вот так вот, все. И его просто было не поднять. Бывало такое, то, что от сильного восточного ветра было заиливание, то есть, приезжаешь, вроде, вроде, блин, земля, а смотришь, там трубы торчат и, короче, тройк под водой. Это вообще, целая отдельная тема. Вот мотором, там, цепляешь куцовую, вытягиваешь, копаешься, и мотором один тройк целый день, в общем. Ладно, не суть. Суть в том, то, что у нас есть такие тройки, в этом, к сожалению, не показано. Вот внизу делается такое окошко, подбором она, пройдет. И рыбаки, в общем, меня поймут, у кого есть мусор. Когда боковые, допустим, поднимаете, как бы нижняя дельта тоже поднимается, и она скатывается, в общем, сюда, и уходит. То же самое, когда поднимаете другую боковую, или центральную, все скатывается, в общем, сюда, в центр, и все уходит. Это упрощает работу. А если, в общем, этой дырки нет, то приходится, если есть много мусора, резать, в общем, все. Или поотрезается подбор, здесь вот, аккуратно. Вот, и как бы вываливается в одну сторону. В общем, геморрада куча. Вроде вот, на этом все, друзья. Надеюсь, что всем досконально объяснил и показал все нюансы, которые у нас есть. И не только, что на этом видео, в принципе, и на других видео, которые я показывал, что такое смолить, как смолить, что такое, что такое оттуда, набойники. Вот. Если я что-то недорассказал, вот, обязательно пишите, пожалуйста, в комментариях, вот, то, что вам интересно было, хотелось бы увидеть. Конструктив, сразу же объяснить, конструктив, там, какие-то нюансы, как мы делаем двор, как мы натягиваем, как мы делаем усынки. Естественно, я этого не буду показывать, потому что это, ну, типа секрет. Вот. Почему называют секрета? Потому что это секрет каждого рыбака. Вот. Мы, допустим, делаем по одному, другой рыбак, сосед другой делает по другому, и так, пошел, поехал. Вот. Вы должны меня понять, как рыбак рыбака. Вот. Ну, все, друзья. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот. В следующих видео уже будет все про рыбалку, про рыбалку на трейки, на вентиля, про рыбалку на сети, рыбалку на спиннинг, и просто подводная охота. Вот. Всех обнял. Всем желаю здоровья крепкого. Всем рыбакам желаю удачи на воде. Она нам очень-очень нужна, вот так как рыбалка это карточная игра. Всем пока, друзья. Паспорт.